На ГТРК ИР практически ежедневно продолжают поступать заявления, устные обращения от граждан республики в связи с плохим сигналом местного телеканала. У нас давно плохо работает цифровое вещание, а местный канал иногда вообще невозможно посмотреть. Иногда смотришь какую-нибудь интересную передачу, а он зависает или вообще отключает. Сколько это можно терпеть? Особенно эта проблема ощутима в сельской местности. В свою очередь телевидение направляет претензии в комитет связи. Некачественная картинка, плохой звук. Каждый раз находится причина, объясняющая отсутствие телесигнала. В конце прошлого года в республике перешли на цифровое вещание. Казалось бы, проблемы с вещанием должны были быть устранены, но жалоб от граждан меньше не стало. Мы знакомы с этой проблемой. Во все районы республики телевизионный сигнал поступает с так называемого паука. У нас там стояло новое оборудование, но вследствие удара молний оно перегорело. Сейчас мы работаем над тем, чтобы устранить эту проблему. Надеюсь, в скором времени нам это удастся. Сотрудники телерадиокомпании Иры жедневно работают для того, чтобы наш зритель оперативно получал информацию обо всем происходящем. Съемочные группы посещают отдаленные уголки Южной Осетии для того, чтобы у жителей была возможность рассказать о своих проблемах, о своей жизни. Наряду с информационной службой немало работы у авторского отдела, но, к сожалению, телевизионный продукт не всегда доходит до адресата. Очень обидно, когда ты делаешь репортажи, а, например, в селах люди видят вот такое. Одна передача или один проект готовится несколько недель, пока ты подготавливаешь все, и мы стараемся распространять его в интернете тоже. И получается так, что в интернете, например, в Москве люди его могут увидеть по всему миру, но в районах нашей республики, где нет интернета и, соответственно, нет сигнала, люди вообще не знают, что происходит. У телеканала ИР открыты страницы в социальных сетях. Однако не у всех, тем более у пожилой части населения есть возможность посмотреть нас в интернете. Остается надеяться, что соответствующими ведомствами будут предприняты все необходимые меры для окончательного решения многолетней проблемы. Оксана Джоева, Олимпий Теев, ГТРК ИР. Информационный выпуск. Сегодня.